Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Колыванов Константин, и сегодня мы с вами посетим совместно Часовую башню. Если бы мы с вами сейчас находились в 15 веке, мы бы с вами стояли в самом центре средневекового Выборга. Мы с вами находимся перед входом в Часовую башню, но изначально эта башня не была часовой, это была колокольня главной церкви города, а именно церкви Святой Марии и Святого Олафа, которая была построена в 1494 году, ну а через год возводится первая колокольня в городе. Изначально она была четырехгранной формы, ее высота не превышала каменный объем. Колокольня была возведена без фундамента прямо на скале, то есть скала стала основанием для колокольни. Вообще это было очень характерно для города, поскольку застройка архитектурная, она диктовалась именно ландшафтным рельефом. Поэтому обычно жилые дома, они возводились где-нибудь между скал или там, где скалы не было, но вот такие вот доминанты, как колокольня, она возвелась как раз-таки без фундамента, просто на гранитном основании. Выложена она была из гранитных валунов и на известковом растворе, и были устроены три яруса с деревянными перекрытиями. И вот на втором ярусе были устроены шесть проемов, в которых располагались большие колокола, и на третьем ярусе располагалось десять малых проемов для малых колоколов. В таком виде она просуществовала до 16 века. Башня очень сильно страдала от городских пожаров, и в 17 веке в городе было два крупных пожара, один из них уничтожает и собор, и колокольню собора главного. Тогда же было принято решение перестроить башню, и при второй перестройке воздвигается новый восьмигранный объем, все ненужные проемы, которые были на четверике, они были заложены кирпичами. Ну а новый восьмигранный кирпичный объем, он воздвигается на четырехгранном основании, возводится дон двухъярусный, возводятся новые окна-звонницы для городских колоколов. Первые часы на колокольне появляются в 1660 году. Мы с вами можем видеть оставшиеся металлические штыри над окнами, которые находятся над первым ярусом в восьмигранном объеме. Сюда первые часы переносят с башни святого Олафа, и надо сказать, что изначально на часах была лишь только одна часовая стрелка. После городского пожара 1738 года колокольня очень сильно пострадала, пострадал и город, пострадал и собор, и 9 из 10 колоколов были уничтожены. Тогда же по указу Анны Иоанновны, императрицы российской, были выделены необходимые средства для восстановления башни из пошлины, которая собирала Выборгская таможня. Тогда же в 1753 году был заказан часовой механизм из Стокгольма, был приобретен Выборгским магистратом, и вот тогда же появляется первая деревянная шахта, в которой перемещались гири, приводя в действие механизм часов. В 1793 году происходит крупный городской пожар, в котором очень сильно пострадала колокольня собора. Тогда же было принято решение о новой надстройке. На старом восьмигранном объеме надстраивается новый восьмигранник с четырьмя арками-звонами, скошенные стороны украшают теперь парные отштукатуренные колонны в стиле классицизма. В 1796 году приобретается у хельсинского часовщика Петера Эльфстрема новый часовой механизм. Тогда же был подвешен и набатный колокол, который был подарен императрице Екатериной II, на котором есть гравировка, которая гласила о том, что этот колокол – это дар городу. Литун был в Граде, Москве, мастером Петром, весом 61 пут. Ну, то есть, это практически одна тонна. И вот тот самый звон, который мы с вами слышим сегодня, это тот звон, который слышали люди 200 лет назад. В конце 18 века часовая башня выполняла функцию звонницы Спасопреображенского собора, который находится на Театральной площади. Но как только у Спасопреображенского собора появляется своя колокольня, часовая башня начинает выполнять функцию пожарной колончи, поскольку это одна из самых высоких точек в городе. Высота практически 25 метров. Ну и, соответственно, функцию городских часов. И вот в 1848 году приобретается новый часовой механизм с гирями весом 8 и 20 пудов. И вот с этого времени часы функционируют по сей день. Музыка. 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 Продолжение следует... Как и в 19 веке, сегодня жители города могут сверять свои часы с циферблатом, который находится на часовой башне. Он функционирует с 1848 года и набатный колокол ежечасно оповещает жителей города о том, что время течет и движется.